Здравствуйте, дорогая Екатерина Михайловна! Отрадно видеть по многочисленным интервью, что пребываете вы в добром здравии, хотя и на самоизоляции. Отдельно отмечаю высокий уровень вашей самодисциплины, потому как сами себя в изоляцию поместили. И все лишь общественного блага ради, супротив эпидемии. Третьего дня пригрезилось мне, будто на их и Москвы вы, на статусе, и будто за правовые основания карантина рассуждаете. Да так четко и конституционно, что аж дух захватывает. Мол, и режим повышенной готовности никак к гражданам не относится, и граждане вроде как даже это знают. Мол, эти самые граждане определенности правовой требуют. Мол, хоть и чем-то разумны требования, да ни на чем не основаны. Мол, если оформлено все серо да расплывчато, то ненадежно положение наше. Мол, это даже само понятие «право» размывает. Мол, плохо это, серая зона размером во всю страну. Мол, карантин закончится, а серый режим останется. Мол, нехорошо, когда так делается с самого верха. И тут как будто собеседник ваш подмечает. Мол, разве у нас впервые такое вот понятийное право случилось? Тут ёкнуло у меня, что сейчас вы вспомните недавнее. А вы возьми да и скажи, мол, в таких масштабах впервые. Ах, дорогая Екатерина Михайловна! Не вы ли, не дали, как осенью, двигали такой закон, что серее серого. И полстраны намеревались поставить в антиконституционное подчинение к другой половине. И на правовой процесс ради всеобщего блага предлагали закрыть глаза и даже на самую презумпцию невиновности, центральную колонну правосудия. И говорили, что выгнать человека из дома его на голом обвинении это, мол, ничего страшного, а только одна лишь профилактика, и то на благо всеобщее. Ну и как вам на личном опыте? Как оно ощущается, жить по серым законам, супротив конституции, хотя бы даже и ради блага всеобщего? Каково вам не знать, кто, где и за что может вас оштрафовать или задержать, и что любой проходимец может грозить кому угодно карами законными, и поди проверь, законны они или нет, или проще и безопаснее согласиться, чем правду искать, и не знаешь, что хуже, чтобы они оказались законными или нет. А должен сказать дополнительно, что не все вы еще знаете. Со времен того статуса уже под шумок и машины частные вскрывать власти разрешили, и здания, и собрания окружать, и того, гляди, разрешат стрелять в людей по первому желанию. И все ради вашей и вашей семьи защиты, без сомнения, чтобы не заразились вы, то есть, получается, ради той самой профилактики, за которую вы с таким уважением говорили осенью. И предположить можно весьма уверенно, что и после эпидемии законы эти, в эпидемию, возможно, и слегка полезные, никуда не денутся. И подумалось мне, дорогая Екатерина Михайловна, что потому вы осенью так говорили, что на себя лично, да на близких своих, возможное применение собственных идей не примеривали. Думали, сдается, что уж вас-то лично это никогда не коснется, хотя бы по гендерной принадлежности. А прочие всякие, чего их жалеть? Профилактика же. А профилактика, это значит ничего страшного, пройдет. И ничьи права не нарушены, и собственность не отобрана, хотя бы даже и попользоваться ей нет у вас возможности. В общем, не применили вы золотое правило, так я думаю. Эмпатию не использовали, и про «что если» не прикинули. Где задевает вас, там у вас правовое сознание, а где нет, там как удобнее. Так что при всей тягостности нашего положения не могу не отметить с отрадою, что на сей ситуации есть у вас возможности передумать, да взвесить все заново, самокритически, на самоизоляции. А после ее, надеюсь, скорого окончания, может, решите и поменять что-то. О себе же имею сказать, что хоть и сидим мы на карантине, но товарищи попались сознательные, чуткие, можно сказать, душевные. Так что работаем на удаленке и не унываем, чего и вам желаем. На сём, до скорого, искренне ваш Мэктау-блогер Махров. На интернет Екатерине Михайловне до востребования.